Сложность работы на нотах, либо на каком-то другом тексте заключается в том, что этот текст в общем-то художнику очень мешает. И вы видите сейчас готовую работу, которая у нас получится при окончании нашего мастер-класса. Но прежде всего я обращаю внимание на то, как выбрана композиция. Если вы присмотритесь, то рука женщины дает направление этой композиции. А дальше, благодаря черным цветам и незначительным оттенкам, все устремляется к этому движению. Именно оно определяет интерес рассмотрения этого материала. Следующее, на что я хочу обратить внимание, на освещение. Если девушка освещена мягко, она как бы в тени молодого человека, который держит ее в своих объятиях, то голова молодого человека наполовину закрыта темным цветом. И сама по себе эта часть головы темная является фоном для головы девушки. Благодаря этому фона она на ней смотрится мягко и женственно. Вторую часть головы, освещенную, я не трогал. Она осталась внутри поглощенного света. А теперь сам мастер-класс. Внимательно посмотрите на то, что я стараюсь вначале не брать черных цветов. Это тушь. Многие называют это акварелью. Но это тушь. В туши работать гораздо легче. Интереснее. Она более прокрысто. То есть покрывает ровнее. И там, где нужно сделать, скажем, не яркие темные цвета, а растянуть их, она легко поддается, что с акварелью было бы все сложнее. Когда я наклеиваю ноты, я не знаю еще, что у меня будет за картина. Как правило, я просто готовлю материал под свою работу. Чаще всего у меня несколько таких заготовок. И когда я уже захотел что-то сделать, одна из них достается и используется мной. Это достаточно крупного размера щит. И поэтому мне было бы неудобно стоять по-другому, чтобы делать эту работу. Поэтому я, наверное, часто очень буду ее заслонять. Но тем не менее, вы увидите процесс, который у нас будет осуществляться. Меня часто спрашивают, нужны ли тут знания какие-то. Знания нужны всегда, и тем более в графических работах, реалистических работах. Как вы напишите или нарисуете открытый рот, когда вы не знаете его строение? Как вы напишите глаза, если вы не знаете строение черепа? Как вы напишите нос, выпуклый, когда вы не знаете строение носа и прилегание его глазным впадинам? Все это предполагает анатомия, пластическая анатомия. Плюс, конечно, как ведут себя мышцы в той или иной ситуации. Тут мышцы напряжены, губы чуть сдвинуты, и поэтому, конечно, мы с вами должны очень внимательно подойти к процессу написания такой работы, чтобы не было искажений, не было случайных каких-то движений, и тогда можно ждать хорошего и качественного материала. Ну, в другом случае, что я могу посоветовать начинающим художникам, которые хотят сделать подобную работу? Только перевести ее, а потом начать раскрашивать. и то, когда вы будете ее раскрашивать уже тушью, нужно чувствовать вот этот объем, иначе вы потеряетесь в движениях, и люди перестанут быть живыми. в линтажной работе очень важна силуэтность. Вот это вот держать четкие темные пятна, чтобы они не ускользнули, чтобы они работали у вас на ваш сюжет. Как только эти темные пятна начнут уходить куда-то, ну, так сказать, вы будете терять их направление, лучше бегом остановиться, проверить все, прокорректировать или подкорректировать, и двигаться дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 лба темной линии носа темной линии и волос темной линии между ними чуть-чуть просвечивает как бы отмывочка такая она разделяет эти места но еще благодаря этой отмывочки благодаря этому сероватому цвету голова читается как круглая и дальше в народе говорят это рефлекс этот рефлекс держит форму и не дает сломаться композиционному и в общем-то ну как бы восприятию вот этому анатомическому восприятию конечно же когда вы рисуете геометрические фигуры вам часто говорят следи за пропорцией пропорция это отношение фигур по размеру тем более в таких вещах фигуративной композиции вы тем более должны следить за пропорциями какого размера грудь у девушки какого размера ладонь какого размера голова глаза все имеет значение и все должно быть выложено пропорционально иначе ваша работа вместо принесенной вам радости принесет разочарование и неудобства эти картины винтажные очень хороши в любом современном интерьере особенно в спальне над диваном над кроватью это работа с какой-то непосредственностью я не говорю что тут используется старая вещь это старые ноты можно использовать старый учебник никому не нужны и он будет очень хорошо смотреться особенно если эта работа будет меньше это будет очень красиво она это работа будет очень эффектная потому что листы в половину меньше тех что вы видите их вот как бы сцепление слепка чистота это из этих сцеплений они приносят как бы еще больше какого-то такого ну шарма что ли не знаю но очень красиво получается можно вставить в рамку рамка это с паспорту и только потом сам рисунок то что вы видите это большого размера за размера щиты на щитах натянута листы с нотами каждое движение вашей руки прикосновения должно быть логично должно быть логично каждое движение и ваше прикосновение должно подтверждать то или иное направление дыхание эмоции во имя главного и окончательного решения задачи вы должны выводы выдать эмоциональную очень красивую черно-белую винтажную работу которая могла бы украсить любое дизайнерское решение в нашем случае а по крайней мере я делаю губы чуть-чуть потресканными это придает еще больше чувственности и эмоций добавляет эмоций вы видите как я постепенно набираю темный цвет хотя сами понимаете что можно было пойти от темного к светлому но я не рискнул это сделать потому что опять таки нам мешают очень сильно сами ноты сопрягаясь с нотами картина встает и красивее и в момент ее написания сложнее так добавляя тонально добавляя все больше и больше темноты я выхожу на тот единственно правильный тон который сможет удержать композицию который может приблизиться и рассказать о том что эта картина у нас с вами это будет природно обоснованная и реалистическая вещь никогда не забывайте о том что фаланга пальцев это живой такой знаете организм когда каждый пальчик живет своей жизнью да они немножко нелепо растопыренные ничего страшного в общей композиции они будут смотреться правильно и хорошо вот на этом этапе практически все выровнялось и остается только дать большие глубины куда-то вот этим мы и будем сейчас заниматься где-то под рукой темнее грудь темнее то есть собственная тень не тень отражая отражающая собственная тень где-то надо добавить волос чтобы он был прядью а еще посмотрите внимательно как я держу кисть 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 это как продолжение руки художника и поэтому нам ничего не остается как ее держать так сказать без особого рвения вот так выглядит окончательный вариант работы удачи вам друзья а а Продолжение следует...